Вот, и потом очень быстро его исцелил Господь. То есть его скорая помощь забрала с ранами несовместимыми жизнью. Врачи не верили, что живым довезут его до больницы. Но я понимал, что если Бог его сейчас воскресил, это не за тем, чтобы он умер по дороге, он будет жить. Но пока везли его туда в больницу, на протяжении 10-15 минут, он был полностью исцелен. Раны несовместимой жизнью были исцелены. У него сзади голова была как перескил арбуз треснут, там мозги были где-то. Ну там другие, чтобы вам было понятно, что произошло. И за эти 10-15 минут его голова захлопнулась, заросла бесшовно и кожа срослась, как будто бы никогда не ломалась и не рвалась. И только кровь оставалась свидетельством, что все это было на самом деле. Врач потом говорил, что это череповщина какая-то. Врач потом говорил, что это череповщина какая-то. Ну да, но он неверующая, поэтому для него это... В Америке обычно смотришь фильмы, они пугаются и говорят, о, Jesus. А у нас обычно, о, черт. Разная харизма, разная культура. И люди говорят, о, Jesus, о, Jesus. И люди в Украине говорят, что это что-то, что-то, что-то. Это дебил, это дебил. Мы просто говорили дебил, потому что наша культура. Ну это был не дебил, это был Бог. Но это был не дебил, это был Бог. Что еще? Не только новые переломы все заросли за 10-15 минут. В течение того дня делали ему два раза все снимки, проверяли его всего. И внешне и внутри он был целый полностью. Без шума, что происходит. И даже у него был старый перелом, он лежал в этой больнице когда-то. И след от старого перелома исчез без след дно. Как будто не лопался в его больнице никогда раньше. Как будто не лопался в его больнице никогда раньше. Врач говорит следователю в моем присутствии в кабинете следователя, что не бывает бесшовного срастания кости. И от новых переломов нет следов, и от старого перелома даже, который был у него когда-то там, нет следов. Такого не бывает. Как вы сказали? Доктор тестировал, проклянил, что это не возможно. Потому что это не возможно для боли сцепиться так, чтобы не было ни сцепия. И не было ни сцепия. И не было ни сцепия, ни сцепия, ни сцепия. Но это тоже не вспомнил. Он сказал, что это не возможно. Когда мы уехали обратно в Киев, я пережил еще один стресс в тот же день, вечером, ночью. Хотя я думал, что для этого дня уже вот так вот стресс. Я думал, что я верю, но не настолько, чтобы мертвых встречать. Для меня это был стресс. Ладно, где-то там проповедники где-то в Африке, в Латинской Америке. Но у нас здесь, и тем более я молюсь. Люди могут это сделать в Африке или в Латинской Америке. Да, они ученики. Но я? Почему? Как это может быть? Почему? И теперь-то я знаю, что Богу не нужна даже большая вера или большую честь. Ему нужна большая вера с горчичным зерном. То есть дай шанс ему, а он нужно совершать дела. Я знаю, что Бог не нужна какой-то супер-дупер большой веры. Это просто достаточно, чтобы чувствовать веру, как мастер-сед, и это будет достаточно, чтобы совершить чудеса. Но я пережил еще один стресс. Бог заговорил со мной. Это было громким голосом. Никогда у меня не было такого. Ни до того, ни после того в моей жизни. Никогда. Уже прошло 16 лет после этого. И никогда не было такого у меня. Но я никогда не слышала этот громкий голос от Бога. Если честно сказать, даже не особенно хочется снова подобное испытать. Волос слышит часто. Я даже не хочу испытывать это. Потому что... Это огромнейший стресс, просто я пережил. Это огромный стресс. Даже больше, чем воскрешать мертвого. Это даже больше, чем воскрешать мертвого. Если кто-то из вас воскрешал уже мертвый, то он знает, о чем он говорит. Если нет, то попробуйте воскресить. И потом поймете, что когда Бог говорит, это еще больше стресса. Это еще больше эмоционально, еще больше потрясения. Поэтому спешите слушать Бога. Вы понимаете меня. Но если не так, то попробуйте прожить людей. Попробуйте их реализовать. И вы увидите, что это очень большой стресс. Но я слышала, что я слышала. Это громкость. И это даже большой стресс. Единственное, что позволяет этот стресс пережить и выжить после этого, это любовь. Больше ничего. Вот реально. Мне это только помогло. И я слышал три раза. Он громко говорил одно и то же. Он спрашивал меня. Три раза. Я слушала, когда он говорил громко. И он спросил меня три раза. Жена моя была со мной. Дети были. Но, как потом выяснилось, жена ничего не слышала. Моя жена была рядом. Дети были вокруг. Но, как случилось, никто не слышал ничего. Получается, только я один слышал это. Я много раз потом переспрашивал жену. Может быть, хотя бы какой-то шум слышал дополнительно. Хотя бы хоть что-то. Хотя бы. Я не мог поверить, она ничего не слышала. Но это было слышно ушами. Это было слышно громко. Настолько, что далеко за машиной это слышно было. Я так полагаю. Я мог слышать это с моими ушами. Для меня, я мог слышать это так громко. Это было слышно. Даже далеко, где машина стояла. Даже далеко, где машина стояла. Даже далеко, где можно слушать. Это то, что я думала. Я в Америке бывал несколько раз. Но я бывал в славянских общинах. В русскоязычных общинах. И я как бы американцев самих мало видел. Американцев и американцев. Американцы. Слушают громко музыку. А машина вибрирует. И мы рядом. У нас тоже машина закрыта. Их шум слышим у нас в машине. Их музыка слышна у нас в машине. Я думаю, бедные их черные уши вообще. Что они там ощущают? За их черные уши. Я думала, когда я слушала. Вибрация всей машины. Просто из-за очень громко музыки. Что было внутри. Когда черный человек двигался в машине. Да. Это было что-то такое. И знаете, вот нечто подобное. Я думал, оно и произошло. Потому что думал, слышно далеко за машиной. Что-то такое случилось. Потому что, мне кажется, что это возможно, чтобы слышать это из машины. Он сказал мне. Ты это видел? Только громко. И три раза он мне спросил. Я ничего не мог ответить ему. Что-то пробукнил такое. Да, Господи. Но ничего не мог ему сказать абсолютно. А потом, после третьего вопроса, он сказал следующее. И потом, после третьего раза, когда он мне спросил самую вопрос, он сказал еще одно. Также громко. Также громко. Вот так будет и с церковью. И все. Больше ничего не слышал. И вот до сего вечера. До сего вечера. И знаете, но когда я ехал до Киева, еще долго было ехать. Место из Писания, само собой вспоминалось. На Зои Водорящего одно и то же в голове крутилось. Это не было голосом. Это была моя мысль. Но это было из Гиблии. И я не мог ни о чем другом думать. Это одно и то же. Одно и то же бывает. Я есмь воскресенье. Я есмь воскресенье. Десятки раз одно и то же. Это, кстати, из Иоанна. Один из 25. Вот эти месяцы в Писании когда завершу. Это свидетельство. Я есмь воскресенье и жизнь. И верующий в меня, если умрет, а живет. Поэтому скажу так сейчас. Что реформация в православной церкви или вообще в христианство она невозможна по-человечески. Но Богу все возможно. И все возможно тем, кто с Богом. Пусть Господь благословит всех вас. Это свидетельство такое длинное получилось. И мы после перерыва перейдем к занятию, да? Я буду говорить о восточной церкви, православной церкви. Но о какой бы церкви мы ни говорили, есть одна церковь Господа Бога. Есть много ветвей разных. Но древо одно. Корень один. Да, многие ветви чрезвычайно больны порой. Некоторые ветви поломаны бурями. Некоторые ветви уже засыхают или засохли уже. Некоторые ветви и листья поражены болезнями. Но церковь Иисуса Христа – это тело Его. И она живет. И она живет. Потому что основание одно. Израиль в своей истории знал подобные истории уже. Однажды Израиль их духовно напоминал поле мертвых сухих костей. И Господь спрашивал пророка, воскресят ли эти косты, оживут ли эти косты вообще? Воскреснут ли эти люди вообще? По-человечески невозможно. Поэтому пророк сказал лишь одно. Да, ты знаешь Господи. Только ты это можешь. Только ты. Только ты. И Бог сказал говорить слово этим костям. Кости зашевелились. Обросли. Появились дубы эти. Потом вдохнул дух. И они воскресли. И сегодня воскресли. И когда Господь выводил Израиля из Египта. Он дал Моисею знаки. Мертвая материя, посох стала живой материей. Стала змеей. И неизлечимая больная рука, прокаженная, становилась здоровой опять. Он мертвый делать живым. Больное делать здоровым. Он делает здоровым. В протестантской церкви многие уснули. Бог пробудет, разбудет. А православные церкви бесполезно будить. Но Бог их воскресит. Встань, спящий, написано. Воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Осветит тебя Христос. Апостол Павлов. Думаю, пророческий еще имеет в виду, что спящих Бог будет пробуждать, мертвых воскрешать. И Свою церковь у нас светит. Так что, пусть Бог благословит вас, друзья. Благоставляю вас. Давайте встань, друзья. Давайте встань, друзья. Давайте встань, друзья. Я спою благословение священника по вас. Я спою благословение священника по вас. На еврейском языке. В языке. В языке. В языке. В языке. В языке, Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, так призвит на Тебя Господь сверху лицом Своим и по небу Тебя, да обратит Господь лицо Свое в Тебя и даст Тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо. У нас еще немножко остается времени, у нас в час обед. Ну ничего страшного, мы даже можем закончить. Если хотите можете сесть. Да. Можно задавайте, может быть, если у вас есть вопросы. Если у вас есть вопросы, то есть 15 минут, мы можем выберите вопросы. И потом время. Можно задавайте вопросы. А что вы чувствовали, когда вы ходили с тела, вот когда назад улучшались? Были какие-то изменения? Что вы чувствовали, когда вы выходили с тела и когда вы вернули до тела, вы не испытывали какие-то изменения? Сейчас, секундочку. Какие-то проблемы возникают? А проблемы с какого плана? Какие проблемы были? Я надеюсь всё-таки в духовный мир и там еще хорошо всегда. Вот. Поцепили что? Поцепили! Поцепили... Поцепили? За собой взять. Может с тобой что-то принесли? Я был ничего такого. Взял много Божьей любви, подцепил очень много милосердия Божьего. И без этого не могу себе представить жизни. И в духовный мир входить. Я понимаю, что есть разные практики. Но я эту практику не искал. Я вынес вот такой камертон. Божья любовь. Я знаю, что Он очень сильно любит нас. Очень сильно. Вот я уже сорок лет хочу вот эту любовь донести. Первые годы я хотел это донести через живопись, через искусство. Потом я это хотел нанести через православное религиозное служение, красивое служение, воцерковление. Сейчас я это хочу нанести через проповедь Слова Божьего. Вот пока так можно сказать. Но эта реальность, она Божья реальность, она более реальная, чем эта земная реальность. Это тоже хорошая реальность. Очень классная реальность. В ней есть свои вещи, которых там нет. Я когда попал, я был пред Богом, то там сразу все понимаешь по-другому. Там, допустим, вот я стакан беру себе с водой, да? Вот, к примеру, здесь это как будто я беру, а там как будто бы наоборот я это отдаю. Теряет это. Оно уволит меня. И наоборот, то, что я, допустим, даю другому человеку, это как будто бы я беру себе. Ну, там совсем другое. Самым стыдным там было эгоизм. Вот для себя, когда живы. Там это очень стыдно. Я там опозорился очень сильно поначалу. Потому что до 13 лет я вообще жил только для себя. Я не думал ни о ком. Я не заботился, я не думал ни о ком. Я даже поначалу, я даже поначалу, что я самый плохой мальчик, что жил на земле. Что хуже никого не было. Мне вот первые пришли мысли. Потому что там совсем по-другому вообще. А я жил вообще не зная этого. Я очень глупо себя чувствовал. Думал, что Бога нет. Я даже не думал об этом даже, что Бога нет. Я не знал, что Он есть. А Он есть, оказывается. И Он такой. И там как взрослые все. Даже если здесь, они дети. Мне не было еще 13 лет тогда. А там я размышлял как взрослый человек о себе. То есть я не думал, что я там ребенок, подросток. Там другие совсем мысли. Когда я был 13 лет. Но я думал, что когда я приехал, в присутствии Бога, я не думал как маленький мальчик. Я думал как мальчик. Я думал как мальчик. Таким образом, что это такое множество и думание. Люди, если у них есть дети здесь, они думают как мальчик. Продолжение следует...